МОСКОВСКОМ ИПОДРОМУ В общем, будет интересно, тем более, что сейчас, в апреле 2023 года, ипподром будет закрываться на реконструкцию Реконструируют всю территорию, а историческое здание будет реставрировано И этот ролик, это в том числе возможность посмотреть, как он выглядит перед реставрацией, ну а потом сравнить В целом, историю Московского ипподрома можно начинать еще с конца 18 века, когда граф Алексей Орлов устраивал соревнования бега по льду Москварики Напротив Кремля по льду бегали туда-сюда лошади, и соревнования, надо сказать, были популярны Тогда же трибун никаких не нужно было, потому что народ стоял просто по берегам реки и наблюдал за этим всем Но популярность бегов росла в геометрической прогрессии, и в начале 19 века уже они приобрели массовый оттенок А в 1831 году разрешили создать отдельное поле, ипподром на Кадынском поле И вот здесь у нас ипподром открылся окончательно к 1834 году, здесь он находится и по сей день Кстати, граф Алексей Орлов, это не тот граф Орлов, который ходил с визитом к Екатерине Это его родной брат, тем не менее Большую часть 19 века, когда ипподром здесь был очень, конечно, деревянный, попроще Это был чистый спорт, то есть просто каждый болел за своего И все резко изменилось и стало более популярным после того, как ввели тотализатор Причем, конечно, тотализатор сначала был не таким значимым, выигрыши были копеечные Но потом, когда кто-то на рубль выиграл 1319 рублей, и об этом написали все газеты Популярность тотализатора просто взлетела до небес И весь конец 19 века спорили, а нужен ли нам тотализатор Это привнесенное с запада нововведение Между прочим, большим противником тотализатора выступал известный московский Бутописатель Геллеровский, который говорил, что здесь столько людей в долговые ямы попадают А ничего хорошего от тотализатора нет, только стимулирует самые низвенные человеческие чувства Но поскольку тотализатор был суперприбыльным, до революции он работал исправно И работал он, что интересно, даже после революции в советское время Здание, которое мы видим сейчас, хоть на нем и написано 1834 год Но это здание уже 50-е годы На фотографиях 20-х, 30-х годов, а тем более дореволюционных Видно, что здание ипподрома, оно немножко пониже Трибуны там деревянные, здание несколько поскромнее Единственное, что квадригад с лошадями все та же стоит Но в 1949 году старый ипподром сгорел И вместо него решено было построить поистине величественное здание Тем более, 1949 год это просто апофеоз сталинского стиля И пригласили строить ипподром архитектора Жалтовского Который разошелся по полной И здание потрясает снаружи просто невероятным количеством лошадей Как в барельефах, так и в скульптурных изображениях Башенками и огромной колоннадой Которая напоминает нам о Бранденбургских воротах в Берлине То есть, опять же, с одной стороны вроде как Наша сталинская архитектура С другой стороны абсолютно западные модные тенденции Но давайте уже без лишних слов пройдем внутрь И посмотрим, как выглядят помещения И как сам ипподром выглядит внутри Ну вот перед реставрацией Если главный вход это все-таки европейские влияния Это Бранденбургские ворота прежде всего в Берлине То когда ты заходишь внутрь, то ты видишь Ну ни много ни мало советскую палату То есть здесь с одной стороны сводчатый потолок Как где-нибудь в гранолитой палате Только он масштабнее Он украшен уже советской символикой Он выше И с одной стороны старые традиции Переломленные уже в 50-е годы на новый лад И при этом еще от самого входа нам напоминают Где мы находимся Потому что, например, камины Украшенные центральной фигурой Которая изображена на каминах Является, опять же, лошадь и жокей Интересно, что до революции Ипподром использовался не только для бегов или скачек Здесь в 1909 году состоялся самый первый полет в Москве То есть фактически это самый первый аэродром Прародитель всех и Шереметьево, и Домодедово, и прочих А как это состоялось? Дело в том, что тогда авиация была чем-то еще из рода диковинки И французский авиатор Леганье Приехал в Москву, чтобы сделать демонстрационный полет А где можно было найти и ровное поле, и трибуны, чтобы люди собрались? Конечно же, только на ипподроме Демонстрационный полет прошел с большим успехом Играл оркестр, хлопали в ладоши зрители Самолет, конечно же, оторвался буквально на несколько метров от земли Пролетел торжественно перед трибунами И снова приземлился И таких демонстрационных полетов было на ипподроме несколько И потом шли они еще и неоднократно в другие дни Не только с Леганье Как авиационное шоу Ну и, конечно, по проекту Жалтовского Трибуны были выполнены тоже величественные Уже, конечно же, не деревянные С богато украшенными различными барельефами На тему рогов изобилия На тему кавалерии Не зря здесь же все-таки буденный был Здесь были исполнены даже вип-ложи И сверху на весе у нас красивые с графита Которые, опять же, и растительную тематику повторяют И показывают нам всю красоту лошадей Можно только представить, какие страсти здесь творились Особенно в советское время Когда азартным людям Это было единственное место, где можно было выпустить пар То есть, понятно, что все азартные игры были запрещены А тотализатор здесь работал Говорят, что даже сам Буденный Периодически сюда приезжал поиграть на тотализаторе И иногда уходил неразочарованным Ну и вот и по центру Здесь до сих пор сохранились отдельные места Отдельные такие трибуны, разделенные перегородками С лучшим видом на поле Но в советское время были периоды, когда тотализатор запрещали И что оставалось азартным людям? Они все так же приезжали на ипподром Только не непосредственно на сам ипподром А на остановку общественного транспорта Который по сей день напротив ипподрома есть Сейчас уже здесь шумит третье транспортное кольцо А когда-то здесь была относительно тихая улица По которой проходило, тем не менее, много трамваев И делали ставки, в каком порядке придут номера трамваев Даже среди местных ходит большая легенда Что в один прекрасный день какой-то из товарищей сорвал крупный джекпот Угадав чуть ли не шесть трамваев подряд, как пришли Но сорвать сорвал джекпот Но через некоторое время после разбирательств был бит Потому что выяснилось, что он вступил в преступный сговор С начальником депо трамвайного И ему начальник депо выпускал в нужном порядке на линию трамваи Трамваев здесь уже нет, но автобусов и по-прежнему ходит много Среди трибун особняком стоит европейская трибуна Ну, во-первых, она находится на уровне глаз судьи В будке застекленной сидит судья Здесь красивые витражи оформляют это все И ближе к навесу с красивыми росписями И, конечно же, вид отсюда гораздо лучше Поле как на ладони Отдельно интересно, что на судейской висит старинный колокол Который явно старше самого здания, еще дореволюционный И используется для подачи сигналов И удивительная традиция соблюдается только в России Потому что на всех ипподромах в Европе, например Там подача сигнала осуществляется просто каким-то таким электронным звуком Как знакомый нам звук табло, счет А здесь, на московском ипподроме, звонит колокол Но если пройти в судейскую внутрь, то там изнутри прям витражи с лошадями Выглядят еще более шикарно То есть сохранившиеся витражи Самое важное, как нам сказали знающие люди Что сделаны очень хорошо даже относительно анатомии лошадей То есть человек, Жолтовский в данном случае, кто занимался этими витражами Понимал, как изображать лошадей Как они должны... пластику лошадей Поэтому все это выглядит настолько шикарно При этом судейское, это, конечно, не публичное помещение Там все выглядит довольно простенько сейчас Стоят стеклопакеты И вот эти стеклопакеты даже мешают обзору судьям Поэтому большая надежда, что сделают нормальное судейское место Но во внутренних помещениях там сохранились и росписи, и витражи Ну и в целом в эту судейскую ведут очень заковыристые лестницы Ну и, конечно, на ипподроме есть правительственная ложа Которая сейчас, конечно же, уже в наследии 90-х Здесь были ремонты, поставили уже телевизоры, которые трансляции дают Но вид и по-прежнему прекрасный А самое главное, что в потолке сохранилась и оригинальная лепнина И сюжеты росписи Как к красивой комсомолке приезжает бравый советский гражданин Ну и вот протягивает ей руку Вот что отдельно поражает в ипподроме до сих пор Это, конечно, розовый зал Здесь принимались ставки И наследие 90-х Здесь до сих пор даже сохраняется оборудование На котором эти ставки делались И в чем отдельно еще заключается мастерство Жолтовского Это и игра света и тени Это колонны с очень сложными завершениями И, конечно же, входные группы Вот эти коробки дверей, которые сделаны, с одной стороны, максимально сложно А с другой стороны, вот это количество деталей И филигранное их исполнение Ну, в общем, сейчас мало кто так может делать Если вообще кто-то может настолько заморачиваться И здесь, конечно, уже видны поздние наслоения Здесь и буфет появился И мебель новая Но в целом зал сохраняет те самые помпезные интерьеры из 50-х годов Ну, в чем еще заключается интересность Жолтовского Так это в том, что его здания Начиная просто даже от жилых домов До административных И, конечно же, до ипподрома Они все очень сложные по планировке внутри Какое-то невероятное количество лестниц, которые уходят в разные стороны Антресоли И внутри это такой трехмерный лабиринт Насыщенный деталями В частности, здесь на окнах Здесь и СССР, и звезды И опять различные растительные мотивы И в целом это, с одной стороны, создает какой-то некоторый уют небольших помещений А с другой стороны, когда из небольших помещений ты попадаешь в парадные залы Ты опять поражаешься масштабу мысли архитектора Увы, сейчас все находится не в самом лучшем виде, как можно наблюдать Так что будем надеяться, что здесь реставрация пройдет грамотно И мы увидим это здание в том виде, в котором его замышлял Жалтовский Ну а на этом все Будем надеяться, что ипподром еще увидит лучшие свои времена И будет отреставрирован по уму и как надо Ставьте лайк, подписывайтесь на этот канал, если еще этого не сделали С вами был Александр Усольцев Субтитры сделал DimaTorzok